Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей интернет-портала Экзегет. Вот такой вопрос. Что в церкви может меняться, а что должно сохраняться неизменно? Хороший вопрос, но ответить на него не так-то просто, потому что перечислять, что именно должно меняться, а что именно не должно меняться, наверное, невозможно перечислить. Все это невозможно никому. Но как все это выглядит вообще? Что в церкви действительно настоящее, что не настоящее? На чем основаны все наши правила, обряды, требования, каноны, иконы, храмы, облачения? Вообще все то, что составляет форму исторического бытия церкви. А что такое церковь? Это пребывание Христа в истории. Это пребывание Духа Святаго в истории. Вот Христос говорит, Евангелие от Иоанна, 16 глава. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. Еще многое умеет сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Церковь – это место действия воли Святаго Духа. Но это место действия в истории, в человеческом обществе, во времени, в мире. Это он открывает, что, как должно быть. Это он открывает, почему так должно быть. Это он закрывает, когда то, что было когда-то важным и жизненным, оно перестало быть свидетелем об истине или перестало животворить. Как говорит апостол Павел в послании к Тимофею, церковь Бога-живаго есть толпы утверждения истины. Но опять-таки эта церковь пребывает в истории и в мире, и она свидетельствует об истине, утверждает истину посредством тех или иных форм, вводя свидетельство об истине в те или иные социальные, культурные, бытовые нормы, в которых живет человек. Если эти нормы перестают свидетельствовать об истине, эти нормы, то есть это свидетельство сворачивается, и этот праздник отметается, эта форма уходит. Но это решает не человек, это решает дух, это решает церковь. Только она свидетельствует о том, что когда правильно и что когда неправильно, что должно изменяться, а чего не должно изменяться. Чему уже пришло пора исчезнуть, а чему не придет пора исчезнуть никогда. То есть попросту ответ, вопрос в том, надо спросить у того, у того, кто церковь животворит, у того, чем волей является жизнь церкви. Всякий раз нужно спрашивать у того, кем церковь созидается. Именно поэтому церковь с древности привыкла обращаться с собором и свидетельствовала каждый раз, что изволилась Духу Святому и нам. То есть воля Святаго Духа такова, а мы с ней согласны. Собор – это не решение коллегиальное, это не обсуждение человеческое, это не собрание, где пришли люди к одному мнению, согласившись. Это опознание воли Святаго Духа, что хочет Бог. И понятно, что вот эту волю нужно всякий раз вопрошать, эту волю нужно всякий раз искать, определять, находить. И только в Духе Святом собор ли, архиерейский, помест, сенот ли, там, епископ ли, или просто святой человек, как во времена Максима Исповедника всего лишь нашелся один святой монах. Он выражает истину, но он выражает это не своим разумом, не своим образованием, не своей силой слова, а свидетельствую, выражая волю Духа. В целом же, когда мы пытаемся понять всю вот эту вот внешнюю оболочку церковного бытия, храмы, соборы, иконы, облачения, престолы, жертвенники, песнопения, молитвословия, святые, жития, миней, а кто их, и прочее, и прочее, вот все вот это, целый комплекс, целую универсалию культурную, которая есть церковная жизнь в ее историческом бытии, всегда нужно помнить об одной важной вещи, что обычно забывается часто, часто, что человек в церковь попадает и воспитывается. воспитывается для того, чтобы в конце концов вместить слова Иисуса Христа о том, что истинный поклонник будет поклоняться Богу в духе и истине. Истинному поклоннику исторические формы церкви не нужны. Антоний Великий мог жить в пещере, ему ничего не нужно было, строго говоря, ему и причащение было почти не нужно. Мария Египетская могла жить в пустыне всю свою жизнь, не причащалась только дважды. Вот такие вот удивительные люди, и на русской земле такие были, они могли жить только в простоте духовного, в духе святом предстояния Бога. Но не все люди таковы. И ошибка, заблуждение большинства реформаторов в Сомосе стоит, что они не учитывают исторического значения вот этих форм церковной жизни. Потому что не всякий человек имеет полноту духовных даров. Но у каждого своя мера веры и своя мера благодати. И человек получает эту веру как семя, которое еще должно прорасти и принести плод. В общем, человеку нужно воспитание, ему нужно взращивание веры, именно потому, что он человек. И Антоний Великий мог уйти в пустыню, но до этого он почти безвылазно был в храме и получил христианское воспитание. Мария Египетская, несомненно, прожила в пустыне почти 50 лет. Но обращение случилось с ней в Иерусалинском храме, перед иконой Пресвятой Богородицы, у креста, на котором был распят Иисус Христос. И хлеба ей кто-то первый дал. И вода Хардана она омылась и причастилась в храме, который стоял на берегу реки Иордан. А потом, да. То есть человек, попадая в церковь, он попадает с разной мерой веры, с разной мерой представления, с разной мерой благодати, и церковь его воспитывает. Именно для воспитания человека нужно почти все, что есть в церкви. Как говорит об этом апостол Павел, не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. И еще. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, но подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным начало мира, но когда пришла полнота времен, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Как вы сыны, то Бог послал в сердца ваша духа, сына своего, вопиющего, авва, отче. Поэтому уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. То есть, если тебе дан дух, и ты знаешь Отца, то это умаляет в тебе зависимость от форм. Ты освобождаешься от них, ибо где Дух Господень, там свобода. Но если ты еще не имеешь в себе дух, если не сознаешь в себе дух, если не принес еще плодов духа, если ты не знаешь Отца в Духе Святом, то ты в силу этого еще становишься зависимым от форм, которые очень важны, потому что они удерживают у тебя в границах истины, в границах пути, ведущего к Богу. Еще важно. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Берегись, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазну для немощных. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Можно было сказать, как часто говорят и говорят легкомысленно, неправильно, что главной неизменной частью церкви является любовь. Какая любовь? Любовь Серафима Саровского к тем, кто ему приходил в конце его духовного пути? Или любовь матери к своему ребенку? Или любовь жениха к невесте? Или любовь мужчины к развлечениям? Какая любовь? Любовь бывает разная. И не всякое из них созидает. И не всякое из них от Бога. И не всякое является плодом святаго духа. Поэтому правильнее сказать будет так. Неизменным всегда, во все времена и эпохи в церкви остается дух. Все, что в духе, то в истине. И только дух решает, какие формы, когда нужны, зачем нужны. И когда человек может от этих форм отказаться, если он отказывается от них в духе святом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok